невероятно такое помещение как космический корабль можно сказать мы оказываемся с вами на мкс но это всего лишь туалет на шестом этаже рядом с макдональдсом в центральном детском мире сейчас зайдем посмотрим зала различные кинозалы а вот туалет у здесь право поворачивайте есть тут получается туалет детские взрослые мамы папы она это наверное для мальчиков для девочек вот такие у туалет классные здесь вообще очень хороший очень качественный разноцветный великолепно есть так сейчас я вам покажу известную улицу никольскую в москве который как раз идет от красной площади до лубянки есть здание здесь на реконструкции но она ночью очень хорошо освещена всеми этими гирляндами которые мы сейчас сверху видим наблюдаем ведь как они делают шарики видимо пластмассовые пластмассовые окутывают такой кучка или вереницей огоньков подвешивают и в ночное время в летние зимние выглядит все это очень замечательно и красиво и так я самое главное понял почему в москве почти нету снега особенно центральной части потому что везде как бы разбросаны вот такие маленькие крошки соли или реагент ведь и белого цвета это немножко разъедает вот замерзший снег лед и на самом деле где-то холодно а вот здесь центре москвы всегда тепло в принципе от домов и от отопления и заодно они вот такой вот небольшой химией посыпает все так вот здесь у нас гум мы попали государственную вермаг к россии песенки поются но вот так все выглядит так теперь нам нужно выход выход у нас вот с той стороны пойдем везде видите что творится сейчас именно центральной части новогодней можем видеть людей кто-то в масках кто-то без все фотографируются снимается но это красная площадь елочки ведь везде даже не на продаже просто елочка декоративный небольшого размера но накрашена очень наряжена очень хорошо шариками шариками вот он новый год в москве 2021 кажется мы дожили до этого времени смогли скажем обойти вот это преднамеренное вторжение всех инопланетных войск космической энергии чистые души все-таки находится еще здесь в этом мире и мы с вами вот гуляем по москве красной площади вот невероятная тоже елка вся в шарах различных красивый конечно так оказались мы на красной площади в новый год 2021 года снега почти нет как мы можем видеть куранты кремлевский также и стоят время показывает 2 часа дня 10 минут достаточно много полиции мозолей закрыт почему-то на зимнее время они его закрыли хотелось бы посетить но мы уже с вами там побывали разочек поэтому я думаю ничего страшного здесь вот с правой стороны губ государственный универмаг а по центру каток на красную площадь ведь как они сделали для людей можно приходить скорее всего он бесплатный если со своими коньками если берете в аренду то коньки имеется виду то придется там заплатить какую-нибудь сумму ну кадры такие великолепные многие из вас были на красной площади на самом деле это все-таки большое кладбище вот там вот за мавзолеем видны фигуры такие каменные в том числе и захоронен сталин ну и другие наши правители ссср и высшие политические чиновники отсюда не очень это можно хорошо рассмотреть но я вам поближе подойдем покажу как уже принципе показывал и кстати вот там вот мавзолей получается захоронение сталина и других героев наших и чуть-чуть леви его там за елочками могила гагарина юрия гагарина вы не поверите и других космонавтов то есть они как раз здесь все захоронены вот у нас каток в самом центре красной площади охраняет сотрудники полиции фссо возможно как обычно монументы сталина и других наших политических деятелей все они здесь захоронены это большое кладбище можно назвать большой могилы действительно их останки здесь захоронены и вот в тех табличках вон на красной площади есть у нас захоронение и еще раз повторюсь гагарина юрий алексеевич 1934 1968 года прямо на красной площади чтобы вы понимали с правой стороны воронов николай николаевич вот эта табличка кто не знает где захоронен гагарин прямо на красной площади за мавзолеем здесь ленин сталин со своими друзьями и соратниками кстати очень много иностранцев и вот здесь вот за ними прямо гагарин конечно же вот эти все очень странные символы которые мы видим в том числе и в нашем музее вот например 2 2 лошади или полу львы какие-то получается львы с головами лошадей или один лев другая лошадь и корона делится на двоих прямо над красной площади еще на теле у них то ли уже ржавчина какие-то такие символы конечно же двухглавый орел на самом верхушке с короной и символы видите власти очень важно и много в москве всяких таких вещей которые сделаны не просто такая говорят о том кто именно нами правит вот он наш памятник жукову маршал опять и елочки чтобы видели как на новом году точнее в новый год 2021 что происходит вечером очень красиво здесь на самом деле вот эта иллюминация огней все выглядит замечательно всех приглашают на различные мероприятия экскурсии но это обычное дело для москвы вот она красная площадь прямо за нами манежная площадь честно мы находимся на ней идем вперед многие детишкам приходят ну и мы с вами встречаем здесь новый год 2021 москва россии специально я здесь оказался чтобы показать как люди выглядят вот например девчонки без маски без всего как живут как чувствуют себя москвичи я бы сказал 50 на 50 людей проценты входит в маску сейчас люди которые идут все перед нами вообще ни одного в масках нет ни одного и даже на мне нет маски сейчас я даже вам скажу если вы не верите она есть она опущена показываю вот так я выгляжу пришлось одеть маску потому что красная площадь но я опустил вниз иду с вами болтаю конечно же друзья я почти стараюсь не одевать и дышать кислородом как положено потому что в организм должно поступать очень много кислорода его воздухе всего 20 процентов 80 это азот метро закрывается и сейчас поедет а мы посмотрим как это происходит в прямом эфире и уехала метро куда-то вдаль а мы с вами идем на наши места назначения так посмотрим теперь прибытия бой да здесь я стою первым вагоне так будет интересно знаете интереснее когда она быстро проезжает или уезжает мы пойдем пойдем садить 1 вагонщик вот такие вот вагонщики вышки вышки везде по всей москве друзья прямо стоят и люди ведь под ними и мы с вами в принципе ходим гуляем многие из нас живут рядом с ними вот допустим парк метро динамо и рядом с парком антенны но кто-то скажет что это антенны сотовой связи у меня все вызывает очень много вопросов так находимся с вами в торговом центре авиапарка в москве посмотрим как здесь устроено если вы поднимаетесь автостоянки внизу то попадаете первым делом это магазин ашан ну а дальше можно подниматься по этажам можно ходить по этому этажу много бутиков с одеждой и разными другими видами скажем еды каких-нибудь принадлежностей маргаладная бочка в общем обычный торговый центр решил показать вам его потому что такие присутствуют каждом городе но в москве он достаточно известный именно авиапарк чтобы понимали людей много все кишат и просто понаблюдаем кто в масках кто без масок скажем такой масочный режим соблюдения всего что здесь происходит конечно большинство людей именно так и выглядит натягивает на себя вот эти принадлежности сейчас кстати пошла еще модно маски смотрю кого-то белые там синенькие голубенькие есть рисунками есть вышивкой различными узорами пошла мода на вот эти вот маски и цены на них стали гнуть большие даже это процветающий бизнес какой-то мере так пройдем сейчас к выходу из метро а заодно просто наблюдаем за людьми продолжаем вот этот эксперимент по правильному пониманию как у нас люди и мы с вами простые граждане относимся ко всем этим проблемам который у нас оккупирует пандемией то ее боится кто и не боится но большинство просто стараются соблюдать вот этот вот режим чтобы скажем не нарваться на штраф или какие-то неприятности москва если не брать центр города то в принципе она немножко заснеженная где красная площадь мы с вами там проходили гуляли посыпать специальными реагентами солью связи с этим нет такого сильного снежного покрова если конечно посмотреть как живут люди в москве то можно немножко поразиться все так сделано на самом деле качественно по-современному во многих российских городах такого даже не хватает здесь же люди живут с хорошим достатком и видно что москва процветает и в нее конечно вложены огромные деньги спортивные площадки столы для тенниса детские площадки очень много всего разнообразного прямо на загляденье не хуже чем в любой европейской стране остальная же часть нашей скажем матушки россии живет не так радостно не так богат и не так красиво мы все это знаем и понимаем и многие люди которые живут за границей а нас думают что мы все такие богачи и русские процветать нет живет определенная прослойка очень богатых людей это в основном может быть 5 ну максимум 10 процентов людей больше 60 50 процентов это почти что нищие люди там многие в долгах кредитах на еду не хватает некоторые живут на показуху стараются купить себе хорошую машину хотя даже не имеет собственного жилья поэтому россия я так сказал двуликая страна есть и супер богатство и супер бедность на самом деле все должно быть у всех хорошо я считаю так должно быть в достатке у всех сложено таким образом что доход должен быть выше среднего у 95 процентов людей даже у юм до у всех пусть будет он средний или выше среднего не должно быть нищих и богатых все мы должны быть достойные люди чтобы жить в хорошей красивой стране вот к этому надо стремиться высказывать свое мнение тоже по этому поводу я вам свое рассказал так пройдем сейчас вам покажу как он выглядит еще самый торговый центр авиапарк и рядом расположен парк очень красиво мест на самом деле и когда вот тепло этот парк расцветает там и пруды и озер детские площадки все очень интересно думаю вам понравится конечно самое главное на самом деле то что вы есть у меня вы мои родные мои хорошие мои любимые зрители где бы мы ни находились в какой части мира света страны и россии в каком бы ни находились городе как в данном случае именно столице нашей родины скажем россии но это не каждого из вас родина понятное дело но в данный момент я живу в россии поэтому говорю о ней мы самое главное должны стремиться к какому-то добру и сами понимаете еще важно раскрывать вот эту правду чтобы мы могли найти и увидеть в скажем в том море определенной лжи специальных постановок информации очень такой жесткой жестокой из телевизора из интернета просто уметь ее фильтровать и зацепляться за тот кусочек или маленькую долю правды которая есть поэтому и здесь я с вами вы со мной и так друзья есть такой спортивный комплекс мега спорт он расположен на рядом с метро цска и вот здесь вот я тоже от себя подарочек оставляю для вас от канала паша дичков специально для вас со звездой беру 100 рублей можно как сувенирчик аккуратно я сейчас сверну в трубочку вот таким образом и сзади меня расположены кусты такие ведь они зимой скажем не опадают листва у них зелененького цвета вот засунул стольник этот колбочку десятку ложу 10 рублей еще в подарочке простые 10 рублей как сувенирчик на дно крышечки закрывая едва стоп чуть не упала секунду колбочка вот такой тюбик для соли открывающийся в москва ищите это место сейчас покажу каком именно кустики а точнее где-нибудь в центре у нас снежком присыплено надеюсь никто не заметит и вы сможете в принципе это все найти кто первый скажем найдет вот этот сувенирчик от меня то вы пожалуйста напишите хотя в комментариях что потом люди не приезжали не искали я оставляю эту капсулу вот именно в тех зелененьких кустика сейчас покажу не буду выключать камеру все с ним в прямом эфире вот он вид обзор здесь разнообразные храмы и кей ашан авиапарк с левой стороны храм белого цвета деревянный храм вот эти вот кустики и самое главное мегаспорт я думаю не ошибаются лавочки много здесь всякого мусора и вот эти вот цветочки цветочки везде ну не знаю в какой елочки давайте вот в этот положу куда-нибудь туда засуну вот так она там будет тюбик вон он там так видно его нет крышечка где крышечку сам не вижу надеюсь вы вот крышечка нет это не она вон она крышечка вон он тюбик вот видите скрашен с красной крышечкой вот в этом куст кустики вот он второй если вы подойдете вот так вот мегаспорту мегаспорт смотрите на кусты и вот именно вот подходите подходите три вот таких раз два три одинаковых кустики вот тут вот он находится мой сувенирчик мой подарочек для вас но я здесь хожу для вас ну скажем ради вас все вместе просто решил сделать приятному решил сделать приятно одному из вас мужского полу будет мой зритель или женского ну кому как повезет друзья сувенирчики я буду оставлять мы запомнили второй кустик вот там находится вот эта колбочка стеклянная для соли ровней мой маленький презент а мы движемся дальше